Мне очень приятно приветствовать вас на нашей духовной вечеринке в этом трепетном храмовом зале 30 июля 2018 года в особняке архитектора Шехтеля на Большой Садовой состоялась презентация первого тома антологии русской поэзии, посвященного поэмам. Поэмы – это как некий символ поэзии в ее бесконечном космическом звучании, когда талант поэта еще переплавлен в определенное сознание историко-культурное и такое философское миропонимание, мирно-восприятие. 27 августа прошла уже четвертая встреча любителей поэзии. Встреча была посвящена августу. Словообраз «Август» – это не просто месяц. Он пронизан разными связями мистическими, смысловыми, культурными, предчувствиями, какими-то ожиданиями. Казалось, что в отечественной поэзии месяц август, может быть, я ошибаюсь, он один из самых знаковых, он один из самых притягательных, он один из самых заглазнительных. Участники вечера пытаются найти ответы на политасовские вопросы. Кто мы сегодня? Граждане Российской Федерации. Откуда мы? Из Советской империи. Где мы? В постсоветской России. Кто-то говорит о великой державе. Кто-то говорит о стране, больной постсоветским имперским синдромом. Кто-то говорит о длительном затянувшемся переходном периоде в рамках идей и идеалов нашей Конституции, которая по разным причинам сегодня и замалчивается, и системно не исполняется. Самое главное, куда мы? Где образ того будущего для каждого из нас, для наших детей и внуков и для страны в целом? Организаторы встречи отметили перспективность соединения поэзии и политасофии. Я надеялся, что от этого перекрестка по поэзии и политасофии, он помогает в крайней мере каждому из нас, независимо от возраста и от жизненного опыта, немножечко по-новому, поглубже задуматься о том, как жить достойно. Вот скрестить слово, логос, литературу и историю, историософию и осенить все это, политасофия, мне кажется, от этого триединства, оно очень интересно. И многие тексты культуры интересно было бы посмотреть вот в свете вот этого триединства. В зале царит удивительная атмосфера, и каждый предмет, размещенный в нем, имеет свой философский смысл и глубокое значение. У нас ничего случайного, у нас все символично. Ну, во-первых, вот это телефон, по которому мы можем позвонить в будущее, а это телефон, по которому мы можем позвонить в прошлое. Естественно, это символы власти, которые, как правило, начинают, обещая служить народу, а со временем превращаются в само власти. Это часы, которые остановились и ждут какого-то знамения, чтобы начинать с новых свыходов. Это лев, половина, две трети августа, знаковая льва, ну и не будем стесняться, геннадий Барбулис тоже лев и тоже из августа. А это две совы мудрости, которые символизируют свою исходную первопричину возникновения, возникновения политософии как нового вероучения. Участники вечера не смогли обойти стороной тему августовского путча. И я вам предлагаю вот такое вот инверсивное своеобразное путешествие, начиная с августа 91-го года, поскольку он, с моей точки зрения, принципиально важен в историасовской парадигме России. Он принципиально важен тем, что в первую очередь он сакральный, потому что в основе его пролитая кровь трех первомучеников нашей свободы. 15-21 августа. Мы уже это с вами много раз переживаем, вспоминаем. Не будем никогда забывать, что 24 августа, после того, когда Михаил Горбачев публично объявил, что это его фраза, после предательства руководства КПСС, которая не выступила против КЧП и поддалась этой агрессивной попытке остановить исторические преобразования, я вам сказал, я предлагаю самораспуститься, а я пристаю выкинуть невероятным секретарем такой партии. Это тот был случай, когда политический Чернобыль советской системы, каким была партия, которая признала в некотором смысле свое конкротство в этой ситуации, она, этот реактор радиоактивный имперский, как бы, открыла для излучения вот этой радиации. И очень грустно, но по сегодняшний день это излучение продолжается. В зале присутствовали участники тех исторических событий августа 91-го года. Ну, первое, я просто ошибангел. После 10-летнего заточения в деревне, я впервые слышу более-менее нормальную русскую речь. Русскую речь, понимаете? Пуч, получается, негде ее не слышать. Это первое. Второе. Это смешно, но сегодня 9 дней, можно сказать, поминки, по 19-го августа. Как раз 9 дней. Но не хотелось бы этот день рассматривать как поминки. Я, людям присутствующих здесь, я хочу сказать, я в остройке от вас, потому что, прежде всего, от вас идет такой огромный, ношадиный оптимизм, которого просто сегодня в жизни нашей страны, вот, ау, нигде не видно и не слышно. Если можно прочту двое. Исполнилась годовщина, как ушел из жизни, мой самый близкий человек на этой планете, Юрий Рыжов. Вот, кто не знает? Знаю, знаю, спасибо. Вот, можете взять справку у Геннадия Доновича, он вам расскажет, что это человек. Недавно была годовщина. Трудно поверить, страшно поверить. Люди уходят. Уходят люди. И мы, страдая от каждой потери, сами себя беспощадно судим. Припоминаем былые ссоры, те, что по нашей вине бывали. Как уходили от разговоров, как в мелочах бесконечном гаде. Страшно прозреть в больничной кровати. Сердце сжимает непоправедливость. Вспомнили. Пусть нелегко. Вспоминайте. Помните. И берегите любимых. Участники встречи читали стихи поэтов. В Новодевичьем монастыре, где надгробия витиеваты, Где лежат генералы-лейтенанты, Там, где ищет могилу Хруща, Экскурсантов колонна. Вы, давно ничего не ища, Почеваете скромно. Ваши лавры достались клющу, Деревенской крапиве. Вы простили, а я не прощу, и в могиле. Я сведу их с ума, судья, Экскурсанта, туриста. А Хрущев будет думать, что я Монте-Кристо. Этот день августовский Будет воспет Песнями, Сагами. Мы сегодня народ, А не просто обманутые Дурачки. И на помощь Парламенту нашему Приходит Сахаров, Протирая застенчиво Треснувшие очки. Просыпается совесть На вечные годы. С нами Пушкин, Толстой, С нами весь Окрыленный народ. И российский Парламент, Как раненый, Мраморный Лебедь Свободы, Защищенный Народом, В бессмертии Плывет. Марина Цветаева пишет. Август Астры, Август Звезды, Август Грозьи, Винограда И рябины, Ржавый Август, Полновесный Благосклонный Яблоком Своим Имперским, Как дитя Играешь Август, Как ладонью Гладишь сердце Именем Своим Имперским Август Сердце Месяц Поздних Поцелуев Поздних Роз И молнии Поздних Ливней Звездных Август Месяц Ливней Звездных Ныне Такое Красивое Все За окном Непомытым Небо Зеленое Там В облаках Кучерявых Плотных И вкусных На вид Хоть сейчас Ложкой ешь Облакате И свет Так красиво Так весело Тут золотится На доме Напротив Могу Пределить фотографию Если не верите Или не надо Не надо Ох Я продолжу Прекрасная наша Свободная Сонная Жизнь Летняя Жизнь Городская Простая Пустая Легкого Времени Жизнь Как заемные Легкие Деньги В долг Нам дается Вся эта Роскошная Летняя Сонность Пестрые Одежда Рубашки И шорты Крики Играющим Жесткий Футбол Разнотерых Подростков Бляха Ловите Без ноги Паснуть Хрень Без глаз Тонны Янтарные Пивы Холодных Компотов Музыка Мертвых Гитар На скамейках Залитых Светом Загадовостного Солнца И потом Сиящих Все это Нам отольется Как кошкины Слезки Будет зима Вы уверены Да Я уверен Будет темно И на сизых Субробах Осядут Копоти Соль И скамейки Пустые Застынут Только сказать Я хочу Не об этом Совсем Не об этом Вернее Мы все Мы все Так и будем Пялиться в небо Расслаживать В сквере И думать Все хорошо Хорошо И мы нет Безобразия В природе Но вот Посмотрите Синтон Вечер по традиции Завершился Показом серии Фильмов Режиссера Вячеслава Недошивина О поэтах Серебряного века На этот раз Был показан Фильм О Максимилиане Волошине По инициативе Основателя Школы Политософии Геннадия Бурбулиса Поэтические Вечера В особняке Шехтеля Будут проходить Регулярно По понедельникам Давайте Попробуем Вести Такую Традицию Каждый Понедельник Здесь На Борчой Саду 18 Собираются И старые И малые И бедные И богатые И люди Переполненные Душевным требоватом И слишком Деловые И те У кого Есть Стремление К поэтическому Мировосприятию И те У кого Пока Не раз Все Кто Мирознодушен К своей Собственной Судьбе И у кого Есть Еще В душе Заряд Запал Искать 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 Которые Не на небе Которые Не в фильмах А она В нашем Сознании Она в нашем Сердце И она в нашей Душе Редактор субтитров Корректор А.Кулакова